Всем любителям бокса известна фамилия Маркиза Коэнсбери. Как правило, считается, что именно свод его правил является началом развития бокса. Но так ли это? В этом мы хотели бы и разобраться. Известный кулачный боец Джон Джек Броттон, который родился в 1704 году, являлся первым человеком, составившим ряд правил для боксерских поединков. До этого существовавшие правила были слабо определены и имели тенденцию меняться от соревнования к соревнованию. А семь правил Броттона о том, как проводить бокс в его амфитеатре, в то время в самом большом и влиятельном для состязаний подобного рода, позже развились в правила лондонского призового ринга. Происхождение Броттона не вполне ясно. По одной из версий, он был сыном фермера из деревни Бонтон, расположенной примерно в двух милях к северу от города Сайренс-Сестер, график Лошерстер. В возрасте 12 лет покинул родной дом и отправился в Бристоль, где работал на берегу. Там он, вероятно, вступил в драку с местными парнями, которые были известны своей гречливостью. Предположительно, после этого на Броттона обратил внимание Джеймс Фигг и увез его в Лондон для тренировок и поединков в своем амфитеатре. Спустя десятилетия ежегодный реестр за 1789 год, сообщивший о смерти Броттона, писал о его происхождении просто. Изначально был лодочником. В 1741 году Броттон во время боя нанес тяжелое поражение Джорджу Стивенсону, возглавлявшему амфитеатр после смерти Джеймса Фигга в 1734. От полученных травм Стивенсон скончался. Случившееся навело Броттона на мысль о необходимости установить в боксе четкие правила, для того чтобы уменьшить вероятность подобных трагедий. Через два года он составил свод правил для бокса, которые опубликовал 16 августа 1743 года. Следствие эти правила на протяжении почти 100 лет рассматривались как основополагающие. Они в частности предусматривали, что раунд длится до тех пор, пока один из соперников не упадет. Кроме того, между раундами должен быть 30-секундный интервал. Правила Броттона широко использовались до тех пор, пока в 1838 году не были заменены на правила лондонского призового ринга. Броттон также является изобретателем первых боксерских перчаток. Однако долгое время они использовались лишь на тренировках, а реальные бои по-прежнему проводились на кулаках. В обязательном порядке перчатки стали применяться только с 1866 года, согласно новым правилам, введенным маркизом Куэнсбери. Благодаря своему статусу в боксе и помощи со стороны богатых покровителей, Броттон открыл свой собственный амфитеатр на Хенвей-Роуд, близ Оксфорд-Срит. Здесь он со своей командой проводил боксерские представления. Первые бои в амфитеатре состоялись 13 марта 1743 года. Плата за вход не превышала одного шиллинга. Покровители могли наблюдать за ходом поединков между отдельными соперниками. В 1750 году Броттон дрался с Джеком Слэком, мясником из Норриджа, оскорбившим его. Спустя 14 минут борьбы Слэк ударил его кулаком между глаз. Из-за образовавшейся опухоли Броттон был не в состоянии видеть соперника и удалился со встречи. Герцог Кемберленский Уильям Август, в то время покровительствовавшийся Броттону, потерял, как сообщалось из-за этого, 10 тысяч фунтов и во всем обвинил его. После случившегося герцог закрыл амфитеатр Броттона и вместо этого занялся антикварным бизнесом. Кроме карьеры в боксе, Джек Броттон служил телохранителем английского короля Георга II. В частности, он защищал монарха, когда тот сражался в битве при Теттингене. Джек Броттон скончался 8 января 1789 года в Лондоне, похоронен в Висмиттерском Аббадске. Броттон является одним из тех, кто включен в международный зал боксерской славы. Он значится там как пионер этого вида спорта. Продолжение следует...